Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Спортивный эфир у нас сегодня. Тем более, своеобразное подведение итогов, потому что на эту тему мы говорили неоднократно. И новое направление деятельности. В студии у нас президент Федерации Тхэквондо ФТФ городского округа Люберцы Московской области Дмитрий Фомичев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Николай. Ну, правда, мы тут до эфира начали говорить о том, что Дмитрий к нам ходит уже, что называется, как на работу. И это здорово. Почему? Потому что, когда все начиналось с этим проектом, о котором сейчас Дмитрий расскажет подробнее, наверное, были и у вас какие-то, скажем так, несомнения, опасения с какими-то сложностями столкнуться. Но в итоге даже был последний у нас, или, как говорят в кино, крайний эфир, посвященный, когда уже вы с тренером приходили. И мы много раз говорили на эту тему. И в итоге у нас получился абсолютно новое направление, которое, что называется, теперь работает само на себя, что называется. Давайте мы напомним нашим телезрителям, что это, как это, как это было, и как это работает сейчас. Ну, во-первых, спасибо вам за то, что вы интересуетесь этой темой, да, что вы не забываете нашу федерацию, что приглашаете. Да, как это было, у нас сомнений у меня никаких не было изначально. Когда мы уже шли вот в этот, на этом пути, на этом пути начали двигаться, я уже знал, что этот путь приведет нас к положительному результату. Ну, так, во-первых, и случилось. Ну, хотя бы путь был достаточно быстрый, я скажу. Даже не долгий, а быстрый путь. Ну, вот начнем с того, что это была за акция, скажем так, которая превратилась в целый проект. Да, но акция была инициирована Комитетом физической культуры и спорта у городского округа Люберцы. Они предложили поработать с такой группой детей, как инвалиды. Вот, это дети, страдающие синдромом аутизма и синдромом Дауна. Мы в этом году, в январе месяце, запустили этот проект, начали с этими детьми работать. Значит, они у нас выступили уже на двух соревнованиях. По результату они также недавно прошли аттестацию, получили, соответственно, первую техническую квалификацию. И сейчас вот у них уже запланированы летние сборы, лагерь дневного дня. Дневной лагерь. В принципе, можно сейчас, если уже так быстро подвести итог, сказать, что этот процесс уже необратим, он уже запущен, и он уже идет своим чередом. То есть уже ничего не препятствует, мы уже все четко знаем, как действовать, как идти. То есть уже эти дети, которые у нас уже прошли, скажем так, этот курс начинается с января месяца и сейчас закончат лагерем, то есть они уже с сентября месяца, это уже будет тот пласт, который будет называться, скажем так, уже старичками, да, к ним уже будут присоединяться новые, молодые, уже, так сказать, детишки. И это, кстати, наверное, да, хорошо, потому что, когда ты начинаешь с нуля и не можешь посмотреть, что в итоге там получается, я имею в виду сейчас вот ребенок, да, а когда уже все-таки есть какая-то база, то есть кем ты можешь стать, как ты можешь это делать, это всегда, ну, то есть хороший пример в данном случае заразителя. Да, для тех, кто будет приходить, они уже наглядно могут убедиться, что их как бы ждет уже в дальнейшем. Тем более, что вот эти дети, которые сейчас прошли у нас вот эту вот уже программу, которые уже втянулись, некоторые из них уже как бы способны даже уже выступать с такими демонстрационно-показательными выступлениями. Вот они уже у нас на открытии, когда проходил турнир Спартака у нас был, кстати, эти дети принимали участие в определенной программе этого турнира, а потом они на открытии еще показали, вы сделали такое показательное выступление. Это демонстрация элементов базовой техники вида спорта. И они очень удачно все выступили, прекрасно, то есть все были восхищены вот их выступлением. Сколько детей вот в итоге вы сейчас выпустили? Ну вот смотрите, на данный момент где-то занимается, у нас 20, постоянно занимается где-то 20 человек. Аттестацию, на аттестацию вышли 12 из них. То есть это те, кто были подготовлены, потому что проводя аттестацию, мы изначально планировали сделать это как-то в упрощенной форме, ну а потом вот тренер Азамат Дадуев, который ведет эту группу, он как бы посмотрел на них в процессе их тренировок и понял, что они в принципе способны сдавать аттестацию те же элементы, что и обычные дети. То есть они ничем не отличаются. И аттестации ничем не отличаются. Поэтому вот те, кто подготовились, те и выступили. 12 человек получили первые свои пояса цветные. Понятно. И вот тут немаловажный такой еще момент. Одно дело, когда вы задумались, вы этот проект начали внедрять первые, наверное, какие-то робкие движения, я имею в виду дети, которых родители привели и так далее, тренерский состав и так далее. Сейчас уже есть программа. А вот как родители оценивают эту работу? Что они вам говорят? Вы же все время на обратной связи. Ну насколько мне вот известно, по их откликам, отзывам, они постоянно присутствуют. Но на тренировке мы их не допускаем, а вот на аттестации они были в качестве зрителей. Они как бы восхищены, очень удивлены теми изменениями, которые произошли с их детьми. И на самом деле, я скажу, что у нас, как бы не было у нас вот этих робких, таких попыток вот это их втянуть в процесс. Мы как бы начали сразу уже кардинально их втягивать. Вот так вот прям. Потому что времени нету. И потом, если начать раскачивать их, то можно их всех потерять. Они все, у них интерес, да, разбегутся. Их надо было сразу заинтересовать, заинтриговать, втянуть в процессы. Так и случилось. Как бы все у нас, у нас как бы только прибавляется количество детей, и никакого оттока нет. А как они работают вот на сегодняшний день? Ну и раз он будет работать, то так я понимаю, сейчас будет какой-то перерыв, да? Осенью новый набор будет или как? Именно вот таких детей. Ну вот смотрите, сейчас они у нас как? Начали мы один раз в неделю с января месяца. Уже в мае месяце мы добавили второй день, потому что уже для их развития требовалось уже, ну да, уже все, они втянулись в процесс, им нужно было уже как-то усилить. Сейчас летом, с 1, получается, июня, пройдет лагерь у них 2 недели. Потом мы их отпустим на лето. В конце лета, уже в августе месяце, где-то с середины еще один сбор проведем для них. Ну и, соответственно, с сентября уже они опять окунутся в тренировочный процесс в полном объеме, уже начнут проходить в дальнейшую программу. Мы, наверное, рассчитываем, что придут новенькие, потому что как бы сарафанное радио работает, наглядная вот агитация идет, поэтому... А записаться можно по-прежнему для тех, кто еще только собирается? По-прежнему как... То есть можно через услуги, да? Можно через ваши сайты как-то найти все необходимые ссылки. Я думаю, что уже все знают об этой программе, потому что активно все социальные службы знают об этой инициативе. Те общественные организации, которые ведут этих детей, они в курсе этой программы. А медики еще не заинтересовались этой историей? Медики, потому что все-таки вы говорите, когда папа с мамой удивляются тому, что они никогда не думали, что их ребенок вот такой может сделать, или это какой-то показатель, или пока это вот на уровне только вашей федерации? Ну, медики, они в любом случае, мы без медиков не можем. Не-не, я имею в виду, да, медики есть, я имею в виду те, которые специализируются при работе с такими детьми, которые труды и научные пишут. У них свои какие-то методики, я не очень у них понимаю, поэтому пока к нам никто не обращался из медиков. А мы к ним тоже не обращались. Да, вы сами видите, да? Потому что меняется ребенок за столь короткий срок. Есть прямо-то, причем дети, которые поменялись кардинально, я не буду называть имена, но там есть мальчик один, который когда пришел там, ну, и какой сейчас он, это вообще кардинальные изменения. То есть у него не было понятия ни дисциплины, ни заинтересованности в процессе, он как бы своими делами занимался, а сейчас он как бы выступает наравне и входит как раз в ту группу, которая сейчас выступает с этими показательными элементами. Ну, мы также напомним, что, несмотря на то, что, как вы сказали, отчетность прошла по обычному, да, показателю, но постепенно было нарастание, да, вы сказали, что в мае прибавился еще один день, но по большому счету вы приходите к тому, что на определенном уровне их можно уже загружать вполне себе серьезно, да, по этому виду единоборства. Ну, вообще у нас в планах, это как мы уже не кружок открыли, а спортивную секцию. Да, это немножко. Мы планируем, чтобы они будут выступать на спортивных мероприятиях, они у нас, на наших мероприятиях, они уже выступают, но мы планируем, что они будут уже некоторые из них будут, ну, я так планирую, рассчитываю, что почти все будут выходить уже на, как бы сказать, участвовать в профессиональных спортивных мероприятиях. Которые проводятся в области, в стране. Ну, в разных местах, да, да. Понятно. Ну, и на сегодняшний день, вот завершаем просто во второй части будем говорить о новом, направлении потому что как я уже сказал дмитрий вместе своими на коллегами и с людьми которые работают федерации тэквондона я так понимаю все некоторые другие заинтересованные стороны поговорим об этом не с пустыми руками к нам пришел что называется но все-таки завершая вот эту тему как вы считаете несмотря то что вы говорите все вот начали все успешная история ведь был же шанс что не состоится что не получится что дети будет сложно тяжело плюс тренерский состав и так далее вот сегодня резюмирую вы ожидали вот такой результат который будет ну я именно такой результат и ожидал у меня же вы же еще раз повторюсь меня не было сомнений но вообще не сомневался я был уверен что именно так и будет понятно хорошо что во первых работают профессионалы с ними а потом у нас уже было прежде чем начать мы в определенную выстроили последовательность действий как комплексную ну вот именно как нам осуществлять эту работу с этими детьми это индивидуальный подход во первых заинтересованность родителей в этом процессе да потому что без родителей в любом случае мы не сможем не смогли бы это все организовать вот ну и соответственно работа тренера но ведь возвращаясь к тренеру понимаете спасибо что вот нас была такая передача где конкретно тренер у нас принимал участие ведь тоже от тренера очень многое зависит тоже простого тренера но тренер тоже разные бывают может быть великолепным мастером но с точки зрения воспитательного процесса но немножко не дано хотя вроде как тренер а здесь же особая история тут должен быть не просто тренер тут такой человек должен быть особый на мой взгляд да это очень светлый человек на самом деле один из тысяч я думаю что вот 999 не смогли бы даже имея профессиональные навыки и опыт и он несложно очень заниматься здесь надо именно не просто любить то чем ты занимаешься еще любить этих детей поэтому здесь такое такая чистая душа и они к нему тянутся и он к них к ним то есть они вам для них как как еще родители один то есть они все как вот как он как наседка они как маленькие цыплята они вокруг его я даже не представляю себе кто-то другой допустим моего ним невозможно заменить уже потому что эти дети они доверились ему и они уже он уже несет ответственность за них а вот кто-то за вашим опытом наблюдает из коллег уже кто-нибудь взял ваш пока еще это так вот открыто не демонстрируем и не афишируем потому что нужно конечно еще большой комплекс мероприятий комплекс работы с ними чтобы привести и показать потому что кому показывать это люди профессионалы они стоят смотрят с профессиональной точки зрения они не видят того что было изначально ну да да есть тренировочный процесс они могут прийти так вот оценить к двор и все да да надо уже так показать чтобы люди так ну или сказали дает как почему кто сказал что это особенный они же такие как и все остальные то что они делают наверное не убедить их потом будет с чего все начиналось да то есть такой трудный момент ну что ж напомню что у нас в студии президент федерации тэквондо фтф городской кровлюберцы московской области дмитрий фомичев вот проект с такими ребятишками детишками которые становятся настоящими борцами продолжается во второй части поговорим немножко другом как бы сказали бы наверное раньше контингенте слово не очень хорошее но тоже важная мне кажется инициатива от кого она исходит почему это будет все происходить дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в студии президент федерации тэквондо фтф городского кровлюберцы московской области а это значит у нас спортивный эфир дмитрий фомичев напомню что он не раз уже был гостем нашей студии потому что приходит не с пустыми руками и на этот раз вот во второй части нашей сегодняшней встречи вас какая-то новая новый проект назовем его так рассказывайте делитесь нами очередной проект очередная инициатива администрации комитет по физической культуре спорта который мы поддержали вот это уже работа с так называемый группы это трудные подростки трудные подростки вот эта трудная работа ну мы же не ищем легкую работу легких путей да 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 они обратились к вам исходя из того что у вас получается так понимаю предложение это я думаю что и вообще изначально эта комиссия по делам несовершеннолетних они вот именно то ли обратились то ли как бы я на сам в комиссии не был я понял что инициатива также от них исходит они как бы это поддержали вот эту работу с этой категории детей которых называют трудные подростки вот мы просто прекрасно понимаем что дети это когда рождаются они не трудны они обычно такие же как и все и какие-то факторы вот которые по жизни влияют тут на их формирование таким образом а потом и бирки еще мы привыкли вешать на все трудные подросток и все да и все ты трудные все можно не трудный вовсе ну то есть поэтому надо поработать посмотреть как бы хорошо но давайте немножко разберемся понятно что инициатива кажется вполне себе правильной и приятно что она идет от органов власти и от органов от правоохранительных органов что тоже тема от администрации от администрации и здесь важно понять что первое давайте начнем с этого вы к этому готова как вот спортивная организация ну а почему нет готовы я как уже раньше сказал я не вижу как бы тут каких-то проблем это те же дети да но они же как сами сказали как называют трудно и значит у них и будем работать нашли свой репертуар жизненный скажем так это тоже так же как и с детьми которые у которых называют инвалидами да здесь тоже нужен индивидуальный подход каждому ребенку надо понять какие факторы вот это предшествовали тому что вот их так наградили вот этим названием да поэтому будем индивидуально работать подходить к этому когда стартует программа пока это только перспективные то сейчас должно опять же это трудные подростки здесь уже такой целый комплекс тех решений которые должны будут пройти и уже после этого мы готовы мы готовы начали мы готовы да вы теперь ждете когда это будет решено ну да команда когда поступит вот вам подростки занимайтесь хорошо но предположим приходит десять человек каким-то способом наверняка к вам ну что-то мне подсказывает так их вот так вот как говорите ярлыки у нас вешать я с вами абсолютно согласен вот у нас очень любят всех называть чтобы сразу было всем понятно хотя это может быть не так совсем но а приходит 10 человек которых предположим но немножко из-под палки привели мы сможем такой вариант допускаем такой вот ну и чего будете с ними делать одно дело когда ребенок не социализирован по одной причине то о чем мы с вами говорили другое дело когда он может быть сверх социализирован и все знают и когда и начинает ну мягко говоря выпендриваться показывать себя потом возраст же опять надо понять какое то наверно будут разные но подростки в любом случае это взрослых там не будем брать ну да у нас вот в предыдущей группе да вот это под активный там есть дети которые уже перешли за тот рубеж 18 лет и здесь таких не будет до 18 домом подростки да если вам быть трудные взрослые то пусть уже идут что мы будем этот я так полагаю что должен быть комплекс определенных мероприятий которые мы проведем во первых с чего начать я вам так скажу по секрету мы проведем собрание соберем их соберем родители опять же в любом случае без родителей заниматься это просто будет потраченное время в любом случае надо за привлечь в родителей провести мастер-классы показать детям рассказать о себе нарисовать им перспективу потом значит уже проводить с ними какие-то тренировочные мероприятия заинтересовать спорт на самом деле это такой рычаг который к становлению от именно из подростка из ребенка там трудного нетрудного это сразу до из разных детей этого он формирует этот рычаг формирует из него мужчину и члена общества определенного спорт это прежде всего дисциплина а дальше вот уже определенные навыки поэтому надо я думаю что это по ситуации уже но используя наши наш опыт педагогический будем работать с этими детьми но вот тут мы же вы сказали родители но что-то не подсказывает что дети же со сложные данным будем так сказать сложной историей она иногда зачастую от родителей зависит вполне возможно что эти родители и не будут даже заинтересованы своем ребенке такой тоже вариант может быть это даже не худший вариант на самом деле если родители если придется заменить мы будем просто же работаем не с родителями а с детьми тут его если ребенок не хочет родители хотят здесь придется ребенка ломать а если допустим ребенок хочет родителям там или все равно или они не хотят то нам в этом случае проще как бы с ними работать что он что он хочет и самое главное нам как бы естественно мы лучше в идеальном в идеале чтобы были те и другие заинтересованные хорошо под них разрабатывается какая-то особо именно спортивная программа или нет мы будем их в обычную воде спортивную программу обычный спортивный план мероприятий проводите все вас зачем они же не инвалиды они принесут справку покажут свои это приправ пригодность к сам же возможно будут какие-то ребята которые уже с алкоголем познакомились в раннем возрасте узнать я могу сказать что не обязательно с алкоголем и могут знакомиться не только трудные подростки разные бывают готовы это в хорошем смысле до выжить кавычки беру будем выбивать эти вредные будем работать с ними говорят наверняка давно уже но я сейчас так знаете простой вот это же самое такое простое да да ну работать будем с ними она чтобы вот но понимают не хочется конечно всех секретов выдавать но мы сейчас представляемся немножко опять же по моему даже говорю в одном из наших эфиров как хорошее кино про какого-то молодого злодея нет на который нет есть злодей а есть молодой еще неопытный но из не очень хорошим может быть прошлым молодой такой боец который значит едет к какому-то старцу который его значит обучает всему и вдруг он превращается в такого хорошего парня который идет бороться со злом это примерно такая а вы думая вы сейчас имеете ввиду что вот мы сейчас трудный подросток который уже всеми навешанные всеми ярлыками мы такие еще мы привьем еще определенные навыки что как усилить его там грейд сделать прямо как раз думаю о том как вот на про нет но мы все равно же понимаете если говорить искренне и откровенно человек который потом вырастет и будет иметь эту технику это конечно же зависит прежде всего от вас но все равно каждого к счастью или к сожалению голова на своих плечах мы все-таки надеемся на то что он будет применять эти как мы говорили вещи это же философия если рассматривать так оно как философию а не как способ выбивания денег или ну как это бывало иногда поэтому мы все-таки надеемся на то что он пойдет именно вот в сторону добра но для того чтобы пошел в сторону добра то есть правильно понимаю что нет отличия от того придет ну условно обычный ребенок или придет вот ребенок которая так называются с такой категории все равно пойдет получит ту же спортивную подготовку но внимание к нему будет несколько иным может усилен надо с ним конечно работать придется его перенастраивать перенаправлять потому что цель наша основная не то чтобы не только привить какие-то навыки а еще и сделать его достойным членом нашего общества потому что если и не заниматься просто пустить этих детей по тому течению которым они плывут тут на это надежды нет что он присоединился что станет там достойным в обществе там каким-то может им пойти по криминальному пути нам нужно предотвратить вот это его разложение скажем так этого ребенка если но она есть а что жена кстати давайте мы сейчас на секундочку отвлечемся вопрос не очень важны даже не ребенка возьмем а просто так но уже молодого человека до который стоит перед выбором но ведь не секрет что в любом единоборстве в любом до появляются люди которые вот идут по этой дороге что не так какая там хромосома слабой дороге по дороге преступные скажем то есть они применяют может пойти это опять же стечение жизненные жизненные обстоятельства которые влияют от любой может пойти не обязательно там это спортсмен должен быть это может и на какой-нибудь научной работе это да но я сейчас говорю как раз о спортивной подготовки ведь она дает большие шансовые возможности для это я думаю демонстрирует скорее всего меньше потому что эти люди которые дети вот они занимаются спортом у них есть какие-то цели они преодолевают какие-то препятствия я думаю что вот из этих людей будут преступники маньяки еще меньшим количеством меньше процентов которые появляются взять того же чикатило это же замкнутые люди которые антисоциальные которые сидят там в своих подвалах и что-то изобретают хорошо преступная но мы же можем вспомнить сейчас вам скажут некоторые товарищи про 90-е годы кто ухо уже основные 90-е годы их нельзя сейчас никак ну как это это же было это же не связано было с определенное количество когда-то не зависло от человека это было уже комплекс определенные это уже такое время было такая стихи мы можем еще среди никогое вспомнить когда с топорами ходили с этими замечаниями уходите от ответа я считаю что спорта он дисциплинирует он бы на людей направляет он их изменяет я вот и беру в то что этот ребенок который придут которому сейчас начнем заниматься мы проведем комплекс мероприятий будем работать с ними на строй и перенастроим они будут вообще совершенно другими детьми совершенно хорошо вот тут еще такой важный момент мы всегда к нему тоже приходим соревновательный до эффект потому что сначала ребенок готовятся в данном случае какая-то еще будет дополнительная перенастройка и потом естественно можно готовиться но нужно показывать свои какие-то результаты если мы говорили о предыдущих ребятках там было само участие уже как бы да таким приятным показателем а здесь наверное необходим еще соревновательный дух когда ты идешь на соревнования и одерживаешь какие-то победы я так понимаю это тоже на на формирует личность ну да и пара и поражение тоже формирует любое что происходит участие в каких спортивных мероприятиях любая цель которую ты достигаешь преодолеваешь идешь следующей цели в любом случае формирует человека остается с одной цели устремленным он становится последовательным дисциплинированным вы все такой вопрос а когда все таки будет принято это решение пока вот то есть вы согласились скажем так сигнал от правоохранительных органов пришел администрация тоже согласна когда мы тогда уже узнаем что этот процесс за руках группа будет сформирована я думаю сразу тогда есть группа уже они что-то там фа они планируют ну точно не как в стадии формирования группы сейчас находится на на осенью да я так понимаю думаю да может быть и раньше может они сейчас летом скажет давайте попробуем хоть пробные запустим они жены еще такой немаловажный вопрос они будут отдельной группой заниматься отдельные 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 то и начал отдельный сто процентов а там уже как время покажет как мы с вами в итоге подводим тех или иных про это может совершенно другая работа тут же горю комплекс должен быть и поэтому их не вместе в группе заниматься туда детей добавлять в группу то тут получается меньше внимания больше внимания на них и меньше на всех остальных да 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 здесь тренерский состав готов к этой работе я планирую сам начать тренировать эту группу а там дальше уже как посмотреть самолично но как мне надо будет самому погрузиться от как я могу так вот кинуть кого-то из своих тренеров на такое потом уже я понял ну что ж тогда я у себя ответ согласился я заберу ответственность на себя я имею этим заниматься всего тогда вы понимаете что мы вас уже будем ждать она группа будет сформирована и какие-то первые даже прям интересно а самое важное если все произойдет все будет идти своим чередом нам интересно чтобы вы привели кого-нибудь из этой группы но через какое-то время чтобы мы пообщались чего как нужно интересно всегда история человека не просто вот когда там днк да у нас на телеканалах высчитывать а именно когда вот он прошел такой путь и чтобы у вас глаз горел довольно того что вот так будет не сомневайтесь спасибо напомню что в гостях у нас дмитрий фомичев был сегодня президент федерации тхэквондо фтф городской кругу люберцы московской области которые всегда приходят с новыми проектами мы фактически стоим перед запуском нового вам удачи ждем спасибо первыми отчетами ну а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания